Рифат Чубаров появляется в нашем эфире, глава Меджулиса Крымско-Татарского народа. Рифат Абдурахманович, приветствую. Здравствуйте, доброе утро, Рифат. Доброе утро. Рифат Абдурахманович, когда запланированы подобные контакты и что конкретно будут обсуждать? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Речь идет о том, что Верховной Радой Украины был проголосован после очень длительного рассмотрения закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии. С моей точки зрения, это один из важнейших законов, которые приняты в последнее время. И буквально днями президент подписал этот закон, и таким образом он введен в действие. И отдельные нормы этого закона, они устанавливают порядок по переименованию всех тех названий, и символов, устранения памятников. Там очень много направлений работы по деколонизации, я бы сказал. И в части топонимии закон предписывает всем органам местного самоуправления, военным администрациям в определенный срок провести работу по изменению этой топонимии и представить свои предложения Верховную Раду Украины. Поскольку мы говорим об оккупированном Крыме, то эта задача возлагается непосредственно на кабинет министров Украины, который в течение шести месяцев с момента введения закона в действие, или вступления в силу, должен провести эту работу. Вот отчет пошел буквально с сегодняшнего дня. Ну, закон введен в действие прямо с подписания, но и опубликования. Но это было на прошлой неделе. Будем считать, что вот уже с этой недели пошел отчет, и мы, разумеется, мечлисты крымско-татарского народа готовимся к этой работе. И мы готовы к выполнению этой задачи, которую перед нами поставил закон Украины. — Рефат, а можете какие-то примеры привести? Например, вот какие переименования уже обсуждались? Потому что я просто вспоминаю, когда, допустим, в Киеве переименовывали Московский проспект на проспект Бандеры, или же там Московский мост на Северный мост. Было очень много обсуждений, вот, да, то есть все-таки важно, все привыкли. Сейчас понятно, что полномасштабное вторжение очень поменяло этот контекст, и я думаю, что людей, которые даже сомневаются в подобном решении, будет просто мизерное количество. Вот над чем уже велись дискуссии? Вот, возможно, есть какие-то примеры, что обсуждалось? — Я вообще бы, я просто бы рекомендовал бы, вот, гражданам Украины, поскольку, ну, действительно, с моей точки зрения, этот закон вот устанавливает принципы, на основе которых будет осуществляться деколонизация не только вот на практике, но, в общем-то, где-то нашего сознания, возможно, пусть никто не обижается, но многие из нас учились в школе высших учебных заведений, которые учебные процессы организовывали на основе вот всех тех стандартов, которые устанавливались еще в советское время. И тогда уже были заложены определенные вот такие маркеры, которые должны были закрепить вот нашей ментальности, но те, как сейчас модно говорить, нарративы, которые были близки к Москве. Оно, я уже не говорю о многих тех утверждениях, которые внедрялись в украинское сознание даже в годы независимой Украины через единый, так получается, по факту, информационное пространство единое и так далее. Ну, если вот уже отвечать на ваш вопрос в отношении Крыма, слушайте, там, ну, в Крыму вообще вот у нас два таких направления, которые нам сейчас предстоит. Это возвращение исторических названий, которые были изменены, исключены в ходе преступлений, совершенных советским режимом в отношении крымско-татарского народа в ходе геноцида, связанного с депортацией и 50 лет запрета возвращаться на свою родину. Вот это направление очень сильное. И все этапонимы, которые опирались на крымско-татарский язык, культуру, традиции, они все были изменены. И второе направление, которое открывает закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации этапонимии, он ставит перед нами задачу изменить вот всех тех названий, которые были связаны с публичной гларификацией, то есть возвеличением российской политики на нашей украинской территории или оправданием российской имперской политики. Но таких названий в Крыму очень много. Прежде всего, названия населенных пунктов Внахимовы, Лазаревы, Кутузовки, Екатериновки, Голицына. Это если мы идем по линии названий. Очень много памятников, которые возвеличивали русскую колониальную политику в Крыму, начиная от памятника потонувшим кораблям. Ведь некоторые, знаете, мифы, которые появились в Крыму, они не имели под собой никаких оснований. Но Севастополь, город русской славы, но хотя всегда во всех войнах на территории Крыма Российская империя во всех войнах проигрывала. Ни одной выигранной войны в Крыму. Здесь надо будет посмотреть. Или памятники. И не только те, которые сейчас устанавливает Россия в период оккупации Крыма. Но действительно Крыму поставлен масштабный такой памятник Екатерине II для крымских татар. Это все равно, что поставить для некоторых народов памятник их завоевателям. Самые страшные преступления, осуществленные в отношении крымских татар, были заложены во время Екатерины II. Слушайте, я вам приведу или годы украинской независимости, но де-факто суверенитета, да, и юридического, и де-юре, и де-факто до оккупации. Я сейчас не совсем помню, возможно, это было где-то в 2010-2011 году, когда Крыму был установлен с очень большими почтями памятник русскому фельдмаршалу Петру Ласси. Это фельдмаршал, чьи войска кровью затопили Бахчисарай. Это одна из самых страшных историй в ходе завоевания российской армии Крыма, но это было поставлено уже в годы независимой Украины, и при участии тогда представителя президента Украины в Крыму был такой себе плакидо, который, естественно, потом перебежал на сторону русских оккупантов. Я вам приведу такой пример очень, знаете, но кому-то может он покажется таким смешным, Крыму перед въездом Бахчисарай есть село «Приятное свидание». Если вы углубитесь в туристическую литературу, во всех этих путеводителях вам будут говорить о том, что это название связано тем, что когда Катерина II после завоевания Крыма посетила полуостров, вот на этом месте перед въездом Бахчисарай она якобы встречалась не то с Потемкиным, не то с Шагин-Гиреем, последним крымским ханом, и тут она провела ночь. По этому поводу есть очень много скорбезных анекдотов. И вот такой был миф. А правда состояла в том, что там действительно в этом селе был трактир. В 1853-1555 годы Крымская война, и вот русские там поставили походный трактир, и на этом месте встречались русские офицеры, те, которые шли в сторону Севастополя на войну, или раненые возвращались с Севастополя, и когда у них там происходила встреча, большие возлияния, и они это назвали место приятным свиданием, и это отражено в исторических документах. То есть, вот это, знаете, возвеличивание российской политики с целью укрепить ее на территории Крыма осуществлялось не десятилетия, а столетия, и нам надо от этого очиститься. Рифат Абдурахманович, решения, которые будут приниматься сейчас, будут имплементированы чуть позже, после полной деоккупации украинского полуострова. В чем важность в таком случае обсуждения именно сейчас этих вопросов? Почему нельзя ждать или не следует подождать до того момента, когда все украинские земли вернутся в состав Украины? Мы должны готовиться сами и должны готовить и украинское общество, международное сообщество к освобождению и развитию Крыма уже после военный период. И, разумеется, здесь нет необходимости и тем более невозможно ждать. Речь идет о ментальном очищении Крыма. И эта работа должна быть произведена, начинаться уже сейчас, как того требует и закон. Как долго это будет длиться? И, возможно, мы успеем до освобождения Крыма, скажем, в основной части поставленной задачи. И тогда уже, когда вооруженные силы Украины будут входить в Крым, мы уже будем привыкать к многим новым названиям. И уже неуместен будет такой лозунг, как «Севастополь русской славы». Ибо возвращенное историческое название этому поселению, на месте которого русские захватчики при первой аннексии заложили этот военный город, оно будет, это название возвращено, и никто же не скажет, что Ахьяр – город русской славы, правда, не звучит. И поэтому мы будем очищать не только территорию Крыма от колониальных названий, мы будем вычищать, в общем-то, ну, как бы пространство в самом этом Крыму. И самое главное, мы будем, наконец-то, выходить своим сознанием на настоящую Крымскую дорогу, которая не должна быть маркирована колониальными всякими, знаете, символами, названиями. Некоторые вещи, возможно, они просто перекочуют в музей. Ну, скажем, так называемые Екатеринские мили. Вы знаете, когда Екатерина осуществляла поездку в Крым, и не только на территории Крыма, но и на других территориях, где она проезжала, через определенные расстояния ставили так называемые мили. Это такие столбы, дорожные, дорожные столбы. И в Крыму из них сделали культ. Вот представление, поведение некоторых расистов, вот у них, ну, извините, что я привожу такое сравнение, как бы есть два символа. Сперва они идут и лукаво себя ведут в храмах, демонстрируя якобы свою такую набожность, хотя это все показное. А потом идут к этим милям, как язычники, и сделали из этого некий культ русского могущества в Крыму. И я думаю, что один, два, три мили может просто перекочевать музеи Украины для того, чтобы показать, как колонисты маркировали нашу территорию. Да, деимпериализация начата, процесс продолжается, да, и сейчас набирает обороты. А то, что останется от империи, да, возможно, ему место где-нибудь в архивах истории или в музеях. Рифат Абдурахманович, большое спасибо. Спасибо за то, что поделились информацией, своим мнением, за то, что рассказали нам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа, был с нами на прямой связи. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа,